Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. В лагерь не вернуться. Омский районный суд приостановил работу. Солнечные поляны. Поедет ли сюда вторая смена? Рубить лес в Таре запретят. Заказник урочища Екатерининская включат в перечень туристических маршрутов Омской области. Символ Академии Александр Бурков вручил актерам театра имени Вахтангова статуэтки крылатого гения. И марафон прямых эфиров на 12-м канале. Телезрители смогут задать свои вопросы вахтанговцам и пообщаться с самым медийным сенатором о Томской области. До 5 июля Омский районный суд приостановил работу лагеря «Солнечная поляна», где отдыхающих диагностировали острую кишечную инфекцию. Так Фемида удовлетворила требования Роспотребнадзора. Марафон сначала обнаружили у троих детей, затем еще семерых. А вот что стало источником, специалисты выясняют до сих пор. Роспотребнадзор настаивает на том, что очаг инфекции – это некачественная пища. А вот руководство оздоровительного центра утверждает, что вирус завезли отдыхающие дети. Впрочем, второй сезон откроется по графику. Сейчас в лагере проведены работы по дезинфекции помещений, водного коллектора и всей посуды. На эту дату как раз подтянули к окончанию первого сезона. Делаем обработку, окорицидную диротизацию территории. И окорицидная обработка – это противоключевая. У нас на 5 число запланирована эта работа. Вот мы с 5 числа приступаем, делаем эти все виды работы, и потом 10-го приступаем к работе в развитии. Омск с рабочим визитом сегодня прибыл замминистра труда России Григорий Лекарев. В эти минуты в областном конгресс-холле он проводит встречу с министрами труда и социального развития Сибирского округа. На повестке дня – профилактика производственного травматизма. Только в этом году на наших предприятиях зафиксировано 44 подобных случая. Почти 40% из них произошли в результате падения пострадавших с высоты. Поэтому кроме пленарной части участников ждут и показательные выступления по спасению на высоте. Безопасность Тёмских пляжей сегодня проверят спасатели. Они отправят совреть не только по официально открытым местам отдыха, а побывают и так называемых «диких пляжах». Кроме того, документы будут проверять у владельцев маломерных судов. Сегодня в Омской области действуют лишь семь пляжей. По два в Центральном и Советском округах, один пляж в Кировском. Ранее были открыты платный пляж в Центральном округе и в городе Тюкалинске. В этих местах оборудованы посты, где дежурят спасатели. Кроме того, дно водоемов обследовано водолазами. Однако купаться здесь все же не рекомендуют. Вода не соответствует нормам. Александр Бурков поручил включить заказник урочища Екатерининская в перечень туристических маршрутов Омской области. На заседание правительства принято это решение. Заказник располагается на территории Тарского района. Так можно обеспечить охрану редких исчезающих видов растений, объектов животного мира. Леса занимают в урочище 95% площади. Это сосновые, осиновые, еловые, березовые, пихтовые леса. На территории природного комплекса более 230 видов растений, свыше 170 видов наземных животных, в том числе более 120 видов птиц и более 40 млекопитающих. В заказнике запретят промысловую, любительскую и спортивную охоту на также все виды рубок. Международный фестиваль Академии открылся с аншлагом и сразу тремя постановками. Омские театралы насладились икрой вахтанговцев. В музыкальном театре давали Евгения Онегина. В спектакле режиссера Римаса Тумина «Салуреат золотой маски» 2014. После финальных аплодисментов по традиции фестиваля глава региона Александр Бурков вручил столичному коллективу, чья судьба тесным образом связана с Омским академическим театром драмы, символ Академии, статуэтку крылатого гения. Александр Бурков отметил, что региональное правительство и дальше будет поддерживать фестиваль Академии, который стал любимым Огенчей. 12 канал весь вчерашний вечер держал в курсе театральных событий. Наш культурный корреспондент Наталья Бельска работала в эфире. Ей слово. С этого события амичи ждали. Билеты на фестиваль были раскуплены буквально через две недели после того, как поступили в продажу. Это, наверное, та неделя в Омске театральная, которая очень яркая на те театральные постановки, которые из центра, из Москвы к нам приезжают. И мы имеем возможность, счастливую возможность увидеть, приобщиться к этому. Я просто очень люблю театр Вахтангова и при любой возможности, когда бываю в Москве даже ненадолго, стараюсь попасть на их спектакли. Поэтому очень хотелось попасть именно на спектакли театра Вахтангова. Театральную академию для амичей открывают постановкой Римаса Туминоса Евгений Онегин. В главных ролях народные артисты России Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Ирина Купченко. Вахтанговцы очень переживали, успеют ли они на спектакль, так как утром из-за тумана их самолет сделал вынужденную посадку в Тюмени. Но погода наладилась, и вахтанговцы вместе с другими пассажирами благополучно приземлились в Омском аэропорту. И вот со сцены музыкального театра для амичей звучат строки знаменитого романа Пушкина. Послушать Евгения Онегина в трактовке Римаса Туминоса пришло много почетных гостей. Среди них и глава региона. То, что сегодня открывает Академию театра имени Вахтангова, для нас это имеет огромное значение. Для амичей это вообще родной театр Вахтангова, потому что в годы войны он делил сцену с нашей труппой в Омском драматическом театре. И второе, что очень важно, всю жизнь с театром Вахтангова связал наш знаменитый земляк Михаил Ульян. Продолжение будет, правительство области поддерживало и будет поддерживать этот фестиваль, который стал уже любимым для амичей. Помимо вахтанговцев, которым традиционно высокий интерес, в программе фестиваля театры из Израиля, Армении, Сербии, Швеции постановки очень разные. Есть спектакли для молодой аудитории и для зрителей постарше. Так вахтанговцы в Омске покажут сразу пять спектаклей. О них сегодня на пресс-конференции говорил директор театра Кирилл Грок. Вы увидите пронзительный наш класс. Я всем очень рекомендую в обязательном порядке посмотреть этот спектакль, потому что вы увидите новое молодое поколение вахтанговских артистов. Там нет ни одного звездного имени, там нет ни одного имени, которого мы можем по лицу на афише узнать этого артиста. Там есть новое поколение вахтанговских артистов, которые после нас поведут театр Вахтангова дальше. И то, что они делают на сцене, то, что они делают в спектакле, поверьте, перевернет вас. Фестиваль будет идти до 1 июля. Обо всех его ярких событиях 12 канал расскажет в специальных выпусках дневников. Они будут называться «Роман с театром». Такой вот своеобразный телевизионный гид для тех, кто по каким-то причинам не смог попасть на спектакли. Так что следите за эфиром. А на открытии фестиваля для вас работали Наталья Бельская и Илья Яковленко. 12 канал. Между тем, в течение ближайших пяти дней свои лучшие спектакли представят театры из Москвы и Кишинева. Выступать актеры будут на сцене Омского театра драмы, камерной сцене Татьяны Ожегова и в музыкальном театре. Ну а зрители 12 канала уже сегодня смогут в прямом эфире пообщаться с вахтанговцами в рамках проекта «Телевизионная академия». 12 канал. Звезды театра и кино Юлия Рудберг и Марина Исипенко станут гостями программы «Звездный полдень». Эфиры в 13 часов и в 14.30. Не пропустите. Задать свой вопрос можно будет по телефону горячей линии. И сегодня же в эфир 12 канала выйдет проект «Мизулина лайф». На вопросы мечей ответит самый медийный сенатор России Томской области Лена Мизулина. В этом проекте она не просто гость, а полноценный автор и соведущая. Среди тем выпуска создания стратегического совета при губернаторе, повышение зарплат, причем не только бюджетникам, итоги форума «Моя малая родина». Программа стартует сегодня в 20 часов сразу же после вечернего выпуска новостей. Вопросы можно задать, дозвонившись в прямой эфир, либо оставить их уже сейчас на нашем сайте в разделе проекта «Мизулина лайф». Сегодня в омских школах пройдут торжественные линейки. Выпускники девятых классов получат аттестаты, документы об образовании. В этом году вручат почти 18 тысячам учеников. Чтобы получить их, ребята сдавали государственный экзамен по двум обязательным предметам. Это русский язык и математика, а также по предметам по выбору. Добавлю, что так же, как у выпускников 11 классов, сейчас у девятиклассников самая горячая пора. Они подают документы в колледжи и техникумы. Омский школьник Никита Шмаль занял первое место на пятой всероссийской ежегодной конференции «Юные техники-изобретатели». Победителей престижного конкурса наградили в Государственной думе на суд экспертного жюри. Амич представил совершенственную авиамодель, которая принесла ему победу в номинации «Транспорт будущего». Всего же участие в конференции принимали больше 380 человек из 75 регионов страны. Они представили свои разработки в самых разных областях – от медицины и образования до нанотехнологий. К слову, Омскую область представляла также 15-летняя Влада Александра Любчик из Омского дома «Юных техников» имени Гагарина, которая продемонстрировала ультразвуковой отпугиватель грызунов в номинации «Изобретение принципиально новых бытовых приборов». Прогноз погоды уже через минуту. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. Ходила раньше Нина из Марьяновки за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь молочная смесь «Нутрилак» – 350 граммов, всего 240 рублей. Вот это цены! Ассортимент какой! Все есть от молока до игрушек. Ковка. 509-017. 509-017. И о погоде сегодня. 28 июня по области в Омске дожди и грозы. В районах области днем воздух прогреется до плюс 26. В Омске днем также 26 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Это все новости к этому часу. Эфир 12-го канала продолжит телевизионные дневники фестиваля «Академия». До встречи в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова